Точнее, Север продолжила нашу традицию рукоделия, причем в буквальном смысле. И вот сейчас можно посмотреть, у меня вот здесь готовые варианты. Свечка такая вот разукрашена, рука такая в знаке победы. И вот там вот сейчас доделают руку. Моя уже рука почти готова. Мы ее покрасили в красный цвет. И сейчас будем красить подставку. То есть, а здесь процесс такой же, да? Да, совершенно верно. То есть здесь макается уже конкретно в цвет. И макается столько раз, насколько насыщенный цвет, он необходим конкретно в цвет. Ну, то есть тоже мы ярко сами можем красно выбирать. А я вот немножко пропустил, вот этот цвет, это за счет чего получается? То есть там краска и там тоже воск? Там тоже воск, но уже с красителем. И пишу я точно так же воском, соответственно... Надписи тоже воском? Да. Соответственно, это будет стоять очень долго. Это будет не отцветать, это будет не облазить. То есть это уже долговечный вариант. Ольга, подскажите, а вот эту свечку вырезали как? То есть по горячему получается тоже, да? По теплому. Процедура очень приятная, потому что она мягкая, что-то среднее между пластилином, глиной. Ну, вот прям очень такая релакс-процедура, так скажем. Ну что же, у нас была в гостях Ольга Билли, руководитель студии «Восковые ручки». Создавали вот копию рук, как мы выяснили, можно такое делать. Ну вот, пожалуйста, такой замечательный сувеник. Копия моей руки, пожалуйста, вот отлично. Сейчас напишем надпись еще и поставим у себя в кабинете. Ну, спасибо, Ольга, вам за то, что показали нам новые развлечения, в том числе и вот эти сигвей, на которых я все это утро пытаюсь тут балансировать. Ну, а мы пока что привемся на рекламу.